Анонимный мастер Дре Буде, французский художник, было сделано несколько предположений о личности этого художника. Андре Дейппор или Колин Дамьен, известный покровитель, виноторговец Дре Буде и его жена Жанна Пешар. Трехчастная картина, названная триптихом, предназначалась для алтаря семейной чесони Буде-Сен-Жерве в Париже. Художник работал в 1425-1450-х годах. Это распятие из музея Гетти является центром запрестольного образа, состоящего из трех частей. Неизвестный мастер использовал насыщенные цветомастерной краской, при этом упаковав невероятное количество деталей в панель размером 19 на 28 дюймов. Это самая впечатляющая и интересная работа, принадлежащая неизвестному художнику, мастеру из Дре Буде. А здесь мы видим оригинальные части того, что когда-то составляла триптих. Три панели, чтобы рассказать краткую историю христианского спасения. Самая большая картина была в центре. Это распятие из музея Гетти в Лос-Анджелесе. Эта многолюдная красочная панель отображает историю распятия Христа вместе с эпизодами проклятия и спасения. Слева Христос несет крест, а Вероника протягивает ему свой платок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В центре на кресте между двумя разбойниками висит изломанное тело Христа. У основания креста Дева Мария падает в оборог. Святой Иоанн Богослов и Мария Магдалина пытаются ей помочь. Рядом с ними жадные воины бросают кости, чтобы определить, кому достанется одеяние Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В правом верхнем углу прожорливое чудовище пожирает души, в то время как другие души варятся в огненном котле. Внизу Христос спускается в лимб, чтобы спасти Адама и Еву. Это сложное повествование когда-то было центральной частью переносного трехчастного сопрестольного образа, посвященного страстям Христовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Воскресенье из музея Фабро в Монпелье, Франция когда-то было крылом с правой стороны. Воскресенье из музея Фабро в Монпелье, Франция А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Особенно приятно видеть левую панель – «Поцелуй Иуды» или «Предательство Христа», с которой начинается история страстей смерти и воскресенья. Картина находится в частных руках, поэтому ее редко можно увидеть и сфотографировать. Замесел этого художника очень оригинален. «Поцелуй предательства Иуды» разворачивается во тьме ночи, с луной, звездами и лицами как светом, усиливающим драму ареста Христа. Внезапно замечаем толпу солдат, которая появляется сзади. Распятие в центре продолжает историю древнего пейзажа, а также рассказывает о нескольких эпизодах, в том числе о терзании ада в крайнем правом углу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждая панель сама по себе является шедевром, но она становится более полной, если ее собрать вместе. Неизвестный художник, яркий и образный рассказчик. Распятие Лури по Иш принадлежит тому же художнику, который, возможно, учился у Ружье или Робера Кампена в гильдии Турне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok